Пока Арсен готовит для вас 8К гейминг, я решил выкатить свой видос и поделиться мыслями о том, что же происходит в последнее время с некогда всеми любимыми и крутыми смартфонами от Sony. Было время, когда у меня просили совета, брать ли такой-то смартфон от Samsung, хорош ли он. Я очень часто советовал рассмотреть альтернативу от Sony или HTC. Sony всегда нравились подходом к дизайну и супер приятной, быстрой, плавной и стабильной оболочкой. Но каждый раз Sony чего-то не хватает. То батарейки не хватало иной раз даже на полдня, то экраны даже во флагманах были ужасными и дешевыми. Когда с этим наладились, появилась беда пострашнее. Начиная с Z3 просто дофига брака. Реально, вы даже не представляете, насколько высок был в один период процент брака у смартфона в Sony. Именно он не дал такому офигенному смартфону, как Z3 Compact, стать хитом. Телефон шикарен, мощный и быстрый, компактный, красивый, экран отличный, стереодинамики качают, батарейки хватало на два дня. Что еще желать? Ну, отваливающиеся элементы корпуса, отслаивающиеся экраны и задние крышки, сгорающие платы и динамики, чего только не было. И все эти болячки наблюдались и у большой Z3, и у всех Sony того периода. Поэтому же и решили закрыть линейку Z. На смену ей пришла линейка X. Но вот с камерами все равно до сих пор не фонтан. Все тот же перешарп, размазывание, снимки кидает в синие и фиолетовые тона. Хотя послушать, как Sony описывает свою очередную крутую камеру, так просто огонь. Эти камеры реально хороши, но только в смартах от других производителей. Неужели за столько лет компания не смогла найти хорошего программиста и наладить софт-камеры? С железом-то все в порядке. А еще сложилось ощущение того, что Sony стоит на месте. Нет ничего нового, что зацепило бы. Раньше смартфоны Sony называли стильными, а теперь называют однотипными кирпичами. Столько бессмысленных похожих моделей, бардак в названиях. Ну, сами посудите, разве красиво звучит X Performance? Так они же потом еще и HZ выпустили, и HZ Premium. XA хотят прокачать, и тут уже не букву добавить, а индекс 2017. Ничего не напоминает? У них синдром Самсунга. Самсунг-то переболел и навел таки порядок модельной линейки, разделив на S, A и J. Хотя там тоже присутствуют всякие Pro и Prime, и даже версии J3 для Индии, предназначенные специально для байкеров. Звучит, да? Samsung Galaxy J3 для индийских байкеров. Для вьетнамских штукатуров-то чего не выпустили. По степени захламления модельной линейки до Xiaomi, конечно, далеко, но все равно не солидно для такой компании. А вот имея такие проблемы, уступив большую долю рынка, Sony вешает неадекватные цены на свои смартфоны. Ну, не тянут смарты Sony лоб в лоб Samsung и Apple. У Samsung и качество лучше, и фишек больше типа беспроводных зарядок и прочего. iPhone, ну, iPhone это iPhone. Так вот, Sony, снизьте цены, предложите не хуже, да пусть даже чуть хуже, но за меньшие деньги. А то вон мой любимый HTC уже загнулся, тоже излишне верив в себя и в свои высокие цены на свои деградирующие смартфоны. Не хочется, чтобы рынок потерял еще одного когда-то крутого игрока. Тогда Samsung конкуренции не ощутит и будет делать, что захочет, а от Xiaomi и Meizu с их глобальными прошивками скоро отстреливаться придется. Sony никак не поймет, что в один момент что-то пошло не так. Видимо, игровыми приставками увлеклись и фильмами о людях X. Sony наивно полагает, что можно долго ехать на своем бренде, и люди им все простят. Выпускают флагманы раз в полгода, тем самым заставляют владельцев предыдущих устройств считать, что они не в тренде, и свои их устройства уже устарели. Вы скажете, а разве Apple не бренд, но тут человек получает крутой смартфон, высокое качество, сервисы и несколько лет обновлений. Samsung тоже выпускает дорогие девайсы, но тут постоянные инновации, разработки, примочки, гир VR, часики и прочие фишки. Могли же когда-то Sony делать годные девайсы, ведь на одном интересе своих преданных фанатов далеко не уедешь и долго не протянешь. Что меня натолкнуло на то, чтобы снять такой обзор, я нечаянно наткнулся на вот этот вот девайс Sony Xperia Z1 Compact. Этот смартфон начал линейку компактных флагманов. Должен был стать конкурентом iPhone, то есть все мы помним, как другие производители делали мини-версию своих флагманов. Galaxy S4 Mini, Galaxy S5 Mini, HTC One Mini, LG G2 Mini. При этом в мини-версии урезались абсолютно все характеристики флагмана. И в этом девайсе от самого флагмана оставался только лишь дизайн. Sony же пошли своим путем и в компактном девайсе сохранялись все характеристики старшего брата. Так что ли себя представляет, что ли себя представлял Z1 Compact? Это 4,5 дюймовый дисплей с разрешением HD. Корпус водонепроницаемый, выполнен из стекла, металла и пластика. Тут мы можем наблюдать те самые старые добрые заглушки, которые, кстати, не отваливались, как в последующих версиях компактных флагманов от Sony. Процессор Snapdragon 800, 4-ядерный, оперативки 2 ГБ, встроенной памяти 16 ГБ с возможностью расширения. Процессоры еще на то время 32-битные, а не 64-битные, как сейчас повсеместно выпускают. Камера 20 Мп, но как раз-таки камера здесь не особо и порадовала, но можно было ее простить этому девайсу за прочие плюсы. В первую очередь Sony заявил о высокой автономности данного гаджета, и тут он все-таки не соврал, как часто врал насчет камер. Мы имели практически 2 дня активного пользования смартфоном. Достигался этот высокий показатель автономности за счет небольшого по разрешению диагонали экрана. Я часто в различных статьях и обзорах наталкивался на вопрос, почему, мол, не Full HD. Оно и не нужно при такой диагонали экрана, потому что плотности пикселей хватает для того, чтобы как раз-таки не различать эти самые пиксели. И это положительно сказывалось на автономности. Плюс ко всему, не самое высокое разрешение экрана положительно сказывалось и на производительности смартфона. То есть графический процессор не нагружен высоким разрешением, и интерфейс плавный, игры тянет преспокойно. Я запускал здесь Modern Combat и Need for Speed No Limits. Никаких лагов, зависаний смартфон и не нагревался даже при длительном гейминге. После него пошел Z3, который за счет более тонких рамок давал большую диагональ при тех же габаритах. В принципе, Z3 Compact был неплох, но вот то самое качество сборки, унылое, не дало ему стать хитом. Потом был Z5 Compact в дешевеньком корпусе и с вот такенной ценой. Последним является X Compact, который, по моему мнению, похож на пульт от кондиционера, я не знаю. То есть уже концепция дизайна немножко куда-то в сторону начала уходить. Так вот, данный девайс показывает две вещи. То, что можно было все-таки когда-то пилить хорошие смартфоны и давать что-то людям, а не идти на поводу у маркетинга, не впаривать нам то, что нам не нужно. Это одно. Второе. Его производительности, то есть процессора Snapdragon 800, который выпускался три года назад, и операционки, которая не обновляется дальше версии 4.4, хватает для нормального повседневного пользования смартфоном. То есть это звонки, соцсети, серфинг, YouTube, игры и все необходимое, в принципе. Я считаю, что Sony нужно сократить модельную линейку, выпускать флагманы раз не в полгода, а именно в год. Может быть даже отказаться от выпуска бюджетных смартфонов, выпускать только флагманы. Пусть будет большой флагман, мини-флагман, планшет. Ну, так же, как делает Apple, но может это спасет компанию. Поделитесь своими мыслями в комментариях, выживет ли Sony или сожрут все-таки китайфоны, Samsung и Apple. Подписывайтесь на нас в YouTube, скоро вас ждет много обзоров на весенние новинки. С вами был Джамал, до новых обзоров. Философия пошла. Хардкор. Вот. Нет, подожди. Вот так.